Ответственность за убийство Алексея Мозгового взял на себя украинский диверсионный отряд «Тени». Об этом сегодня сообщил его главарь Александр Гладкий. Ранее в генпрокуратуре, провозглашенной ЛНР, заявили, что основная версия следствия – работ украинской диверсионной группы. Лидер народного ополчения погиб накануне. Джип, в котором он ехал, подорвался на меня, затем был обстрелен. В Луганске работает съемочная группа нашего канала. Сейчас к нам, как вы видите, присоединился наш специальный корреспондент Артем Кол. Артем, приветствую. Так, что вам известно о расследовании к этой минуте? Здравствуйте, Ирина. Хотелось бы отметить, что сейчас расследование идет полным ходом. Практически все силы прокуратуры, Следственного комитета, а также полиции брошены на расследование этого уголовного дела. Ищутся по горячим следам преступники, но пока безрезультатно, к сожалению. Есть предположение, что работали диверсионные группы украинских силовиков, которые перешли через линию фронта, тем самым нарушив Минские соглашения и устроили засаду. В результате этой засады погибли и гражданские люди, которые случайными свидетелями стали этого ужасного преступления. Предлагаю послушать комментарий представителя Следственного комитета Луганской народной республики по этому поводу. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что погибли Алексей Борисович Мозговой, два его охранника, пресс-секретарь, женщина, водитель. Кроме того, под обстрел попали два транспортных средства, которые не причастны, не имеют никакого отношения к батальону территориальной обороны «Призрак». Это был фольксвайен-транспортер, микроавтобус, гражданский человек просто ехал, попутно попал под обстрел. И автомобиль ВАЗ-2104. Тоже водитель скончался в Перевальской горбольнице, а пассажир, который ехал в четверке, погибло на месте происшествия. Ну, хотелось бы отметить, что в ВАЗе-2104 находилось два человека, но мужчина и женщина, семейная пара. Примечательно, что женщина была на последнем сроке беременности, и в результате обстрела погибло на месте. Ужаснейшее преступление. Но за все эти зверства взяли на себя ответственность. Украинский добровольческий батальон «Тени» уже потребовали, что за это покушение они просят 300 тысяч евро за свою работу, за устранение Алексея Мозгового. И приводят в свою поддержку небольшие комментарии о том, как они совершили это. В Фейсбуке опубликовали прямую речь. В частности, Александр Гладкий, комбат этого батальона «Тени», написал, что «Мозгового» подорвали дистанционно двумя «Мон-50-18-48», а после расстреляли из АК пулеметов. Пулеметов автомат Калашникова, производства российского производства. Хотелось бы также отметить, что в принципе, эту версию, которая озвучена была в Фейсбуке представителями украинских силовиков, поддерживают и Следственный комитет Луганской народной республики. Сегодня представители сделали заявление. Единственное, что небольшие расхождения по поводу того, чем же, что же все-таки взорвалось. То есть, Следственный комитет Луганской народной республики не подтверждает, что на месте они нашли остатки противопехотных мин «Мон-50», о которых говорят в Фейсбуке представители батальона «Тени». Я предлагаю послушать краткий комментарий Следственного комитета Луганской народной республики по этому поводу. С учетом следов, обстановки на месте происшествия, но можно было сделать вывод о том, что автомобиль мозгового двигался из города Алчевска в город Луганск на старом блокпосту Ревни-села Михайловка, Перевальского района. Было подорвано неустановленное взрывное устройство, но взрывное устройство было не как поражающее, а как отвлекающее. То есть, грубо говоря, хлопушка. После этого был открыт огонь из автоматического оружия. Исходя по следам на месте происшествия, можно сделать вывод, что было не менее трех человек стрелков, не менее. Людей было, конечно, гораздо больше, с учетом того, что была группа прикрытия какая-то, однозначно, может быть, несколько было одинаково. Но то, что работало два пулемета, 7,62 пулемета ПК, это факт. Ну, хотелось бы также напомнить, что при покушении на Мозгового это было уже не первое в марте этого года. На том же блокпосту пытались уже убить Алексея Мозгового. Тогда он также подорвался на противопехотной мине, его джип. Но, к сожалению, его тогда, к сожалению, только ранило тяжело, но он остался жив. Теперь, видимо, те же самые преступники, собственно, подготовились намного лучше и уже устроили покушение, в результате которого уже Алексей Мозговой погиб. Это пока вся информация к этой минуте, Ирина. Спасибо. Это был наш специальный корреспондент в Луганске Артем Кул с последними новостями о расследовании убийства одного из лидеров народного ополчения Алексея Мозгового. Сейчас начинается брифинг представителя Генеральной прокуратуры самопровозглашенной Луганской Народной Республики на нашем канале «Прямая трансляция». Да, Саша. Документы, единственное, Саш, я понял, Саш, ну там, сейчас как раз пресс-конференция. Сейчас, Саша, тогда пусть перевальчане послушают, как могут с документами на эти люди. Ага, все, в принципе, или тогда описывайте, как неопознанных, они будут материалы все равно давать сюда, Саша, поэтому материалы все будут к нам передавать, а там вместе с ними документы будут как раз. То есть опишите, конечно, телесные повреждения, да, не установленные, труп женщины, мужчины и т.д. и т.п. А эти документы придут к нам потом уже, завтра будут направлены. Ну, все тогда есть. Начинаем? Уважаемые коллеги, сегодня брифинг по довольно резонансному событию, который подошел вчера, и сегодня о его подробностях расскажет Скаченко Рейнкеневич, это начальник отдела следственного управления Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики. Пожалуйста. Уже ни для кого не секрет, что 23 мая, то есть вчера, произошло убийство Алексея Борисовича Мозгового. Убийство произошло примерно в 17 часов 40-45 минут где-то, потому что сообщение поступило нам в 18.10, было бы на место происшествия, было бы незамедлительно выезд, был следственной группы. На месте происшествия работали следственная группа Генеральной прокуратуры, в частности, наше управление. Работала следственная группа МВД, следственная группа прокуратуры города Перевальска. Воссоздал обстановку, то есть в ходе осмотра места происшествия было установлено, что погибли Алексей Борисович Мозговой, два его охранника, пресс-секретарь, женщина, водитель, да, пять человек получается. Кроме того, под обстрел попали два транспортных средства, которые не причастны, не имеют никакого отношения к батальону территориальной обороны «Призрак». Это был фольксвейн-транспортер, микроавтобус, гражданский человек просто ехал попутно, попал под обстрел. И автомобиль ВАЗ-2104. Тоже водитель скончался в Перевальской горбольнице, а пассажир, который ехал в четверке, погибло на месте происшествия. Ну, воссоздав картину, всю картину происходящего на месте происшествия, то есть с учетом следов обстановки на месте происшествия, но можно было сделать вывод о том, что автомобиль мозгового двигался из города Алчевска в город Луганск на старом блокпосту районе села Михайловка Перевальского района. Было подорвано неустановленное взрывное устройство, но взрывное устройство было не как поражающее, а как отвлекающее, то есть, грубо говоря, хлопушка. После этого был открыт огонь из автоматического оружия. Исходя по следам на месте происшествия, можно сделать вывод, чтобы было не менее трех человек стрелков, не менее. Людей было, конечно, гораздо больше, с учетом того, что была группа прикрытия какая-то, однозначно. Может быть, несколько было одинаково. Но то, что работало два пулемета, 7,62 пулемета, это факт. При этом, как я повторюсь, пострадали ничем не повинные люди. В настоящее время проводится следствие, рассматриваются несколько версий, в том числе и работа диверсионно-разведительных групп со стороны Украины. Какие именно версии в настоящее время раскрывать в целях следствия я не буду. Убийство взято на контроль генеральным прокурором Луганской Народной Республики, главой Луганской Народной Республики, а также заместителем министра внутренних дел ЛНР. По данному факту, сегодня, то есть 24 мая этого 2015 года, возбудено уголовное дело по статье 115, часть 2, пункт 1, убийства двух и более лиц. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия. На месте происшествия также работает, продолжают работать оперативно-следственные работники из разных структур, в том числе и из генеральной прокуратуры. Коллеги, мы слушаем ваши вопросы. А сейчас появляться стала информация, что пресс-секретарь Москового, Анна, была беременна, действительно эта информация? Ну, видимых признаков пока сейчас скрытое, еще не проводилось. Сейчас будет проводиться скрытое, и видимых признаков об этом. Но это не имеет, скажем так, никакого отношения, значения, беременна она была либо нет. Данный факт, да. А подробнее о гражданских пострадавших тоже летать? Ну, гражданских пострадавших, ну, как подробнее как. Ехала семья и попала под обстрел. Подробности, какие подробности? То есть они показали случайно и просто на линии огня. Пути отхода, ну, с того места, где произошло убийство, пути отхода многочисленные. С учетом безлюдности, отдаленности населенного пункта, там спокойно уходом можно было, спокойно, без суеты, просто покинуть место происшествия. А долине соприкосновения далеко там, где урбранский территорий был? Ну, далековато. Ну, опять, с учетом этих складок местности, участка местности, непосредственно, то есть самой структуры, то можно, ну, пройти незаметно очень на длительное расстояние. Потому что зеленка плюс пересеченная местность. А еще вот такая версия сегодня появилась, что взяла на себя местность некая украинская группа теней, партизанцев, украинские партизаны называют себя. Эта версия как-то отрубодается? Ну, тени, она будет рассматриваться, конечно. Но, опять-таки, тени, ну, с таким успехом можно сказать, что это прямо за и что-то взяла на себя, может, взять ответственность от жеца, Айдар, Азов. Тени, ну, как-то они чересчурного берут на себя. Я далек от этого, как бы, скажем так, потому что заявить сразу на огласно, на цеплять на себя ординаты, будут провязываться все версии, абсолютно все. Кто как будет заявлять это все, будет исследоваться следственным оперативным путем. Слушайте, а Вы сейчас говорили о вскрытии, то, что сейчас будет проводиться, вот уже начался этот процесс, и либо чуть позже, но когда будет? Ну, скажем так, официально это вскрытие разговор был, как бы, за кадром. Так, по служебным вопросам, ну, пока раскрывать я ничего не буду по данному факту. В данный момент ничего не известно еще. Спасибо. Если вопросов нет, спасибо большое, Леонид Ильич. Ждем новых подробностей. Вот это да. Спасибо. Всего вам благодарства. Спасибо. Это была прямая трансляция брифинга представителя Генпрокуратуры самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонида Ткаченко.